Всем привет, я Майкл Дислер из компании Клик, и давайте пару минут поговорим о том, что такое репликация данных и зачем она нужна. Давайте посмотрим, какие распространенные проблемы может решить репликация данных. Итак, сегодня все говорят о данных, все хотят иметь доступ к данным. Многим-многим пользователям здесь нужны данные. А на другой стороне у вас есть различные типы хранилищ данных. И получить данные из некоторых из этих систем не такая уж большая проблема. Данные могут получать столько пользователей, сколько захотят. Но владельцы некоторых из этих источников данных могут говорить что-то вроде «нет, слишком много людей будет генерировать слишком много запросов к моему источнику данных». Это сильно влияет на производительность. И они будут правы, это действительно повлияет на общую производительность системы. Поэтому бизнесу необходимо нечто среднее. Обычно современные компании приходят к облачному хранилищу данных. Так что вы загружаете данные из всех этих различных источников в это облачное хранилище данных. И затем пользователи получают данные уже оттуда. Вот, по сути, что мы имеем в виду под процессом репликации данных. Процесс репликации данных может быть довольно легким, если данные поступают из реляционного источника и загружаются в реляционную базу данных. Но что если здесь у вас… мейнфрейм, а здесь какая-то внутренняя система, которая была разработана и используется только в вашей компании? Или может у вас есть сложное корпоративное приложение, такое как SAP? Процесс репликации данных с такой инфраструктурой намного сложнее. Важно помнить, откуда вы извлекаете данные и что у вас есть инструменты для репликации данных из всех этих различных источников. Также следует помнить, что при заполнении данными облачного репозитория вы на самом деле выполняете два процесса. Первый – это первоначальное наполнение этой базы данных. Но загружаемые данные нужно потом поддерживать в актуальном состоянии. Как поддерживать все эти различные хранилища, когда изменения происходят здесь, на их стороне, и убедиться, что эти изменения отражаются в облачном хранилище данных с минимальной задержкой. Дело в том, что исторически такой тип обновления всегда происходил ночью, раз в сутки, а это не совсем похоже на режим реального времени. Этим пользователям нужны данные как можно скорее, максимально приближенно к режиму реального времени, поэтому вам действительно нужна технология репликации данных без задержек, что-то вроде систем CDC. Так что в этом случае, когда транзакция происходит вот здесь, она будет немедленно отражена в этом облачном хранилище данных здесь. Еще один момент, о котором следует помнить. Как только у вас появляется облачное хранилище данных, вы можете делать с ним гораздо больше. Вы можете не просто реплицировать, но и преобразовывать данные. Может быть, вы можете создать каталог данных, так, чтобы пользователи могли смотреть на данные в каталоге и использовать его для поиска нужных для них данных. С помощью репликации данных можно сделать гораздо больше. Но важно то, что имея такое хранилище в центре здесь, ваши пользователи счастливы. Они могут получать те данные, которые захотят, не влияя на производительность этих систем. И администраторы баз данных тоже довольны. Итак, это и есть репликация данных. Надеюсь, это было полезно и спасибо за просмотр.